Парень, совет Валькирий. Валькирий же из Вальхала, нет? Рад, что ты хоть что-то слушал, брат. Всё верно. Вальхала – великий чертог инхериев, родной дом Валькирий. Но там они на виду у вся отца, сам понимаешь. А их отношения с Одином были, ну, натянутые, по крайней мере, когда я был его советником. Почему? Это ещё более долгая история. Сейчас лучше осмотреться, понять, что к чему. Ну, чё, доставляем каждый шлем. Гун – хозяйка войны. После всякого боя она первой появлялась на поле битвы и вела души достойных воинов в Вальхала. Давайте послушаем. Но она ею очень гордилась. Всякого боя не может быть. Всё так. Конечно, ей помогали сёстры. Но Гун всегда являлась первой. Её суждение о павших не подвергалось сомнению, и потому Один весьма её ценил. Она была его любимицей. Ах, Гёндуль. Прекрасная Гёндуль. И? А? И всё? Прекрасная Гёндуль? А история? Прости, приятель. От вида Гендуль у меня всегда перехватывает дыхание. У нее сладкие речи, быстрый ум и такая фигура, что она в самом прямом смысле сводила мужчин с ума. Один даже запретил ей появляться в Мидгарде, потому что безумцы в Вальхале ни к чему. А это Гейрдрифуль, мастер оружия Вальхалы. Отвечает за вооружение и тренировку инхериев Одина. Кого? Его армии на случай Рагнарёка, ведь затем Вальхала и нужна. И инхерии ждут его в чертоге, бесконечно обжираясь, надираясь и предаваясь блуду. Когда настанет Рагнарёк, Один призовет их, и они пойдут за него в бой. У Гейрдрифуль хлопот полон рот. С такими-то вояками. А это, друзья мои, кара. Конечно, все Валькирии по натуре вспыльчивы, но кара — это само воплощение бури. Бури. Да, сперва спокойно, а потом воздух дрожит, и начинается хаос. Это даже красиво, особенно если смотреть на это все из укрытия. А еще ее слезы омывают залитые кровью поля сражений. Это рота, избирающая убитых. Выбирают не все Валькирии? Не все. Хотя именно это принесло им известность. Ведь это их первейшая обязанность. Ты сам видел, что стало, когда Валькирии перестали судить умерших. Скитальцы. Верно. Рота, гун, скульт занимаются отбором павших после боя. Без них Хель переполнен душами, которым место в Вальхале. Печальное зрелище. Рота наверняка в ярости. А, тут у нас Гейр, целительница. Валькирия целительница? Странно. Да, Гейр была странной. Очень тихой, спокойной. Ее сестры, как шумные горные реки. А Гейр, как ласковый ручеек. Она исцеляла и смертных, и богов. И даже излечила одного всезнающего мудреца, который однажды перепил и сверзился с горы. Ай, до сих пор стыдно. Так-так, Хильдр. Хозяйка битвы. Они с Одином, на удивление, хорошо ладили. А вот с прочими валькириями не особо. Ее чаще всего можно было найти здесь, в Миктгарде. Она наблюдала за распрямь смертных, а то и сама их разжигала. Кое-кто считает, что она сама воплощение вражды. И что станет с ней теперь, когда она свободна? Ольрун. Когда-то она была дочерью могущественного вождя и пала в битве с разбойниками, защищая его. Ольрун приняли в Вальхаллу. Но там она решила посвятить свое посмертие погоне за знаниями. Весьма необычный выбор, особенно на фоне беспробудно пьющих обитателей Вальхаллы. Как она стала валькирией? Один увидел в ней родственную душу. Он-то мог понять ее упорную тягу к знаниям. Он назначил Ольрун летописцем при валькириях. Вальхалла! И появился портал посередине. Заодно и сокровищ нашли, кстати. Устужил!